Добрый день! Сегодня мы будем рассматривать сменные графики работы в программе зарплаты управления персоналом Корп. Графики работы находятся в системе настройка графики работы сотрудников. Для создания нового графика необходимо нажать кнопочку создать. В случае, если у нас происходит сменный график работы, то мы можем выбрать, как у нас будет заполняться. Либо это чередуется по дням недели. В этом случае мы ставим галочку по дням недели, 5-дневка, 6-дневка и т.д. Если нам необходимо учитывать праздничные дни и нерабочие дни, так, чтобы они заполнялись, сюда проставились часы, мы ставим вот эти галочки. Мы можем продумать смену, что у нас люди работают, предположим, 10 часов в понедельник. Во вторник данная смена отдыхает. В среду работают, например, еще 10 часов. И в пятницу 10 часов. Также мы можем включать ночные часы, в случае, если нам это необходимо. Предположим, 2 часа ночных входит в смену по понедельникам, средам и пятницам. При нажатии на кнопку «Ок» у нас заполнится график для первой смены. Мы увидели, что у нас учлись праздничные дни, и в эти дни у нас график не заполнился. Также у нас выходные дни также не заполняются, но они не заполняются еще и по причине того, что у нас в субботу и воскресенье не проставлены часы. Если мы убираем галочки при заполнении «Учитывать праздничные и нерабочие дни» и нажимаем «Ок», мы видим, что независимо от того, что дни являются праздничными, у нас часы в эти дни проставились. Назовем данный график работы сменой номер 1. Записываем. Для того, чтобы создать второй сменный график, мы можем скопировать первый. И в свойства графика уже поставить изменения. Для второй смены мы проставим, что люди работают во вторник 10 часов. Предположим, во вторник они работают без ночных. Также при настройке программы, если мы укажем дополнительно, что у нас используются вечерние часы, в графиках работы можно будет также указать и вечерние часы. Предположим, они работают в четверг 10 часов. Количество часов рабочих может быть произвольное, в зависимости от того, как у вас установлены нормативными актами. И в субботу 10 часов. Заполняем данный график. Видим, что у нас график заполнился с нужными нам сменами. Назовем данный график смена номер 2. Также сменные графики возможны заполнять не только по дням недели, но и по циклам произвольной длины. В этом случае нам не важно, в какой день недели попадает смена. Предположим, мы хотим заполнить график 2 через 2. То есть 2 дня человек работает, предположим, по 8 часов. Вот первый день он работает 8 часов. Второй день он работает 8 часов. И 2 дня он не работает. Данные дни явку мы ставим пустые. Но обязательно их надо сюда добавить, иначе система не поймет то, что у нас указывается именно сменный график, и то, что он 3-4 день не работает. Нажимаем заполнить. У нас указано, что мы учитываем праздничные дни. Давайте мы это уберем. И видим, что у нас заполнится график 2 через 2. 2 дня человек работает, 2 дня человека... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова